Вчера Дима узнал, что значит фраза «обратная сторона Луны». Прошлая жизнь его невесты стала для него настоящим. И будет ли теперь свадьба – большой вопрос. Смотрим сюжет. Дим, объясни, почему ты так категорично к этому видео? Это же твоя девушка, пацан. И что? Ну, и что? Почему ты его не смотришь? Это она. Мне известно, что ты не все знал о том, чем Оля занималась. Слухи об Оле… Да мне плевать, что там пишут. И выбраться посмотрим, что там пишут. Зачем мне это смотреть? Такие видео вообще для женщины – это нормально вообще, как для своей будущей жены? Ты нормально это расстрениваешь? Как ты будешь жить дальше с этим? Отлично буду жить. Если вы говорите уже о серьезных отношениях, то я думаю, что ты просто обязан это все знать, видеть. Никогда не смотрел эти видео, да, твои там ролики. То есть я убегал от этого всего. Тебе Оля все вот эти показала, и что? Мне надо подумать, потому что я делаю серьезный шаг. Для меня свадьба – это очень серьезное. У меня уже сил нет, это терпеть уже нет. Олечка, дорогая, у меня тоже нет силы, это тоже терпеть, понимаешь? Итак, Дим, вот ты увидел. Теперь ты все знаешь не только в теории, но и в общем, как это было на практике. Каково твое решение? У Оли будет 4-го числа день рождения, да? И вы сами все в дальнейшем увидите. Мои поступки, выводы, да, которые я сделал. Предложение в день рождения – это, конечно, красиво и хорошо, но дальше вам жить очень долго. Вот я до сих пор не могу понять, ты действительно это принял, чем Ольга занималась до тебя? Ну, смотри, Ксюш, то есть изначально, да, когда я пришел на проект, я же сказал, что я ее принимаю такой, какая она есть, да? Все, что она мне рассказывала, да, о своей прошлой жизни, что она посчитала нужным, я это знаю. То, что она таит в себе, да, эту тайну держит, пускай останется при ней. Дим, а когда вы выйдете с проекта, если у вас не будет денег, ты сможешь содержать эту семью и потакать всем капризом Ольги? Капризом? Нет, я тебе скажу, что работать, если она захочет работать, да, то пускай работает. По профессии? Нет, по профессии, она на телевидении хочет работать, я знаю, ведущая там еще. Ты меня потянешь? Вопрос, ты меня потянешь? Вот, она сама тебя спрашивает, ты меня потянешь? Ты меня потянешь? Вот я в жизни не могу себе представить, чтобы я своему мужу задала такой вопрос. Ну ты это говори народу. А зачем мне перед народом отчитываться-то? Я-то знаю, что? Я-то тяну, и что дальше? Он, послушайте, что он говорит, он мне каждую ночь говорит, Оля, я тебя безумно люблю, я хочу от тебя детей, я вижу тебя своей женой. Утром все иначе, утром все по-другому. Я уже не знаю, где правда. Ты можешь сейчас, вот прям сегодня, мне сейчас конкретное разъемство сказать. Оль, а ты можешь прямо сейчас при всех сказать, насколько ты дорогая девушка? И что ты вообще подразумеваешь под словом «я дорогая девушка» и потянешь ли ты меня? Ну есть девушки, которые, да, достаточно, да, как бы средний достаток. Ну мне даже, как будто бижутерия будет носить. Я не люблю бижутерию, мне подавай белое золото с бриллиантами. Ну вот пример образно. А за что? Это не в себе, что ли, а? Господи, православная. Так, помимо золота с бриллиантами, что еще входит в список дорогих женщин? Да я многого не требую. Спасалоны давай. Я хочу женского счастья, я хочу заботы, любви, ласки, внимания. Серьезно? Это нормально. А при этом мужчине, не этого ты хочешь. Когда ты говоришь мужчине, потянешь ли ты меня, ты не подразумеваешь женское счастье. Да он боится, вот именно что. Я его спрашиваю, ты готов обеспечить нашу семью, хорошо? Да нет, подожди. Ребенка, меня. Нет, а мы это пока еще не говорили. Просто ты каждый день меня тюкаешь своими словами. Когда будет свадьба, когда будет предложение. Я отпускаю ситуацию. Понимаешь? Я на тебя не давлю. Любой мужик сбежит от такой женщины. Послушай меня. От высшего общества будет. Я ничего не требую уже. Не хочешь ты мне жениться? Нет. Нет и суда нет. Оль, ты никогда не думала о том, что ты сейчас так много в телевизоре, и выйдя оттуда, у тебя есть очень много возможностей встретить богатого мужчину. Того, который тебя потянет. Это мой выбор. Я влюбилась. Верьте, не верьте, я нагулялась. Я никого. Моя мама. Я не буду своей мамой обманывать. Верим, верим. Я говорю, я влюблена в Диму. Я хочу быть с ним. И только с ним. И точка. Дмитрий, принимаешь или не принимаешь? Вот в чем вопрос. Ну скажи, как есть правду. Прошу тебя. Я люблю тебя, Олечка. Я так и тебе могу сказать. Ты мне дорога, да? У меня чувства к тебе. Ну, я пока не хочу торопить события. Дим, просто это абсурд. Вот эти три дня, про которые ты говоришь, да, они ничего не решат. Женщина, которая сидит рядом с тобой, она занималась интим-услугами. Да, и все мы знаем про ее прошлое. И просто хочется понять. Ты это принимаешь, что она была такая, что это видео гуляет по всем сетям? Что многие мужчины видели ее обнаженной? Да, что вот-вот, все вот это вот. Мне присылали, я всегда удалял это, понимаешь? Я тебе скажу даже так. То есть я не смотрел толком. Мне это неинтересно. Ты принимаешь это или нет? Ответь на вопрос. Ну да или нет. Нет, не принимаю я это. Вот. Говори, все решается сейчас. Говори, пожалуйста. Нет, я люблю ее, я хочу быть с ней. И? Что и? Так это никогда не забудется. И ты каждую ночь будешь ложиться за этой девушкой в постели. Каждый раз ты это будешь помнить. Либо ты ее носишь на руках, вот такую, которую выбрал. Либо, извините, ты носишь ей подол. Ты просто пришла и своим сексом его взяла. Ты ему предложила трахаться, и он сказал тебе нет. У тебя замечательный, у тебя охренительный мужик рядом с тобой, которого, да, я хочу. Давайте сейчас послушаем мнение наших экспертов. Аня Семенович, очень. Я просто очень хочу спросить. Оль, скажи, пожалуйста, ты когда вот занималась съемкой этих видео, всех этих процессов, ты рачей-то занималась? Тебе это нравится, или ты этим зарабатывала на жизнь? Анечка, у меня была цель купить квартиру и машину. И я встретила молодого человека, англичанин, и он мне дал этот сайт. То есть в России доступа не было, я вообще не знала, что есть такие сайты. И сидела дома с компьютером, ну, как видели, что делала. И заработала на квартиру, на машину. То есть за короткий срок. Можно любить кого-то, заработать на квартиру, на машину. Заработать можно разными средствами, купить себе квартиру и машину. Сейчас ты их заработала на квартиру и машину. Потом, действительно, вы будете жить с Димой, у вас не будет денег. И тебе надо будет заработать на еще одну квартиру, потому что у вас будут уже дети. Ты опять вернешься к этой деятельности? Когда мне было 20 лет, я вообще не думала, что... этим. Я училась, да, и тут так, ну, как бы встретила. Да не перебивай ты. Ай, 7 месяцев я работаю. Я не могу, блин, мне это 7 месяцев. Саша, ну не надо, не надо так это. Нет, ну почему нас обманывают за короткий срок? 9 лет она этим занималась. Ну, я честно, я просто не знаю, что... Это жизнь прошла. Что происходит? Просто мне кажется, Оля понимает, что она накуролесила в своей жизни, да, это, конечно, ужасно тяжело. Но я не знаю, как она это сделала, по глупости или кто-то ее принуждал. Но она просто нашла Диму, который, мне кажется, не очень такой характерный парень, как я вижу. Я, правда, его не очень хорошо знаю, но мне так кажется. И она решила сейчас исправить свое положение, выйдя замуж, как бы отмывшись от той репутации, которую она себе заработала во время этих порно своих видео. Это мое мнение, как мне кажется. Я вижу ребят, ну, как бы, впервые, и вот это у меня такое ощущение. Мне, честно, Оль, тебя жалко. За ошибки за свои надо платить, и я не знаю, но... Да что, Памела Андерсон, все вот эти порно-звезды. Чем я хуже, понимаете? Все, что было, да, как бы, кажется... Да, Памела Андерсу надо стать сначала, ты, к сожалению, или к счастью, не Памела Андерсу. Вот и все. Дмитрий, вот расскажите, пожалуйста, для мужчины важно прошлое женщины или нет? Слушайте, я не так знаком вот со всеми этими ребятами, и до этого я думал, что вот нашему первому герою не повезло. А тут у вас, оказывается, прям целый рассадник. Слушайте, я не знаю, откуда вот у девушек берется такая иллюзия, то ли фильм «Красотка» там как-то сбивает с толку, что можно там в молодости куролесить-куролесить, а потом выйти замуж за миллионера. Я не знаю ни одного миллионера или ни одного там состоящегося мужика, который бы взял и принял такое прошлое. И я искренне желаю вот Дмитрию, своему тезке, Димон, ну не дури, это вообще не вариант, это вообще не вариант. Не надо совершать таких ошибок, это никогда не забудется, и ты каждую ночь будешь ложиться с этой девушкой в постели, каждый раз ты это будешь помнить. А что, Рапунцель, теперь она всю жизнь одна, что ли, она теперь не человек, и у нее никогда не будет, не может... Нет, она найдет какого-нибудь пенька или какую-нибудь валенку найдет, и которая действительно это все там, но Димон вроде нормальный чувак, вроде бы так с видом. Вы знаете, сколько у нее поклонников ее творчества, Дмитрий, его тоже... Нет, если вы мне ссылку кинете, я тоже стану поклонником ее творчества, но это немножечко другая история. Вы сами поищите, пожалуйста. Мужчины вон сами как-то находят. Либерж. Я вообще, я... Вы знаете, да, Дом-2 это такой большущий конвейер. Сколько девушек приходило на телепроект с заявкой о том, что они просто нереальные, что они чего-то стоят, и то, что на них нужно действительно тратиться, и то, что они прям безумно состоятельные и сами себя обеспечат. Ну, мы видим все на примере, как они обеспечивают себя. Это печально. Оля, я тебя очень прошу, пожалуйста, занимаешься, занимайся. Ты уже стезю себя выбрала, тогда достигай, не знаю, нереальных высот именно вот в этой... Да, иди к Памели Андерсон, иди вот именно туда, раз у тебя такой пиар в этом плане идет. А по поводу молодого человека, Дим... Так она замуж хочет, и говорит, и детей не хочет. За какой замуж? Не надо придумывать сейчас. Ну, знаете, 100% нет. Любер, что ты не хочешь замуж? Уже была. Она не была. Я хочу Диме сказать одно. Дим, запомни раз и навсегда. Мужчина, который состоялся в жизни, он может даже трассовую проститутку подобрать и закрыть рот всем. Закрыть рот всем так, чтобы ни один из его окружений не смог сказать про нее какое-то плохое слово. Так вот, от мужчины зависит, как будут относиться к его женщине. Либо ты ее носишь на руках, вот такую, которую выбрал, либо, извините, ты носишь ей подол. Элин, как быть счастливой? Вот, видишь, она хочет замуж, говорит, Дима, возможно, не потянет. Ну, и Дима не берет. Оль, знаешь, почему тебя народ так не любит? Потому что ты дурочку включаешь, типа, у тебя такой истории нет. А если бы ты сказала дерзко, ребят, да, эта история есть в моей жизни, и это было. И ты знаешь, если твой человек говорит о том, что тебе там на ушко это принимает, ну, снимайте, откройте бизнес, будет прекрасная история. Дима, а тебе я хочу сказать по поводу того, что Оля сейчас там нам всех говорит о том, что я никогда с этим не буду. Ну, вот же у нас с Ебаровым господином она встречалась, да, тут же нарисовалась вновь на сайте уже с другим ценником, уже там что-то в 200 долларов или что-то. И продолжала, пока мы все не прессанули ее, да, на человеке года, она продолжала, то есть только цена выросла. Поэтому ты особо-то не расслабляйся. Оль, а ты перестань гнать, я тебе умоляю, смешно. Спасибо большое. Дмитрий, если ты до сих пор внутри, не можешь простить, если до сих пор ты, как бы, вчера это увидел, и ты в шоке, и ты понимаешь, что ты с этим жить не сможешь, тогда зачем? Я думаю пока. Зачем ты говорил громко с того, что ты меня любишь? Нет, я люблю тебя, то есть я хочу, чтобы как-то отмыть твою репутацию, понимаешь? Ты знала моим прошлым, ты сейчас обманываешь. Выйди, женись на ней, отможешь ей репутацию, что ты, Дима, девка, деревянного козла такого-то. Из-за того, что чья-то репутация испорчена. Кто-то в 20 лет думал, как заработать деньги. Да не твое дело, понятие. А теперь нашли козла, отпущение, который должен отмывать, пусть найдет тебе силы отмыться сама. Почему тогда у Димы в ноутбуке фотки с Памелой Андерсон, понимаешь? Папка целая. Значит, он хотел такую женщину. Ребят, не вам принимать решение, как Рапунцель и Диме жить дальше. Просто сейчас хочется понять их решение. Дим, если свадьбы не будет, то как мы живем дальше? Живем, кто мы друг? Почему мы про свадьбу говорим? Мы про предложение должны говорить, а не про свадьбу, по-моему, да? Вот. Ну, предложение, логично, что после предложения идет свадьба. Или ты хочешь просто на проекте засветиться и сделать какие-то предложения, а потом замять свадьбу. Это не получится. Говори, как есть. Сказал А, говори Б. Я просто хочу поздравить с днём рождения. Ты должен определиться. Да говори, что из-за того, что ты её там за балдакином лапшу и на уши вешаешь. Да я хочу быть с тобой. Чего не давят на меня все? Говори, всё решается сейчас. Говори, пожалуйста. Нет, нет. Я люблю её, я хочу быть с ней. И? Что и? Ну, дальше что? Нож в горло присаживай. Нож в горло присаживай. Ну, соберись, Димочка. Ну, пожалуйста. Ну, никто на тебя не давит. Понедельник увидишь, Оля. Понедельник увидишь. Наши уже на меня надавили. Понедельник всё увидишь, Оля. Дмитрий не может принять решение. Он не в состоянии определиться. Говори. Не буду ничего говорить. Понедельник подай. Ну, сейчас скажи. Я умоляю тебя. Ладно, посмотри ещё пару раз видео и прими какое-то решение, Дмитрий. Спасибо. Что им сказать ещё надо?